друзья всем привет ну сегодня хвастаюсь очередной поставочкой которую я сажала до пяти утра еле продрала глаза сегодня расти немного растений все интересные но прежде чем приступить к обзору я хочу вам сказать как и в прошлом предыдущем видео о том что заказывая растения смотрите пожалуйста погодные условия в своих регионах просто знаете почтовые линии они по каждой ветке работают по-своему то есть в каких-то регионах доставка осуществляется очень быстро просто вот как допустим ко мне вот-вот-вот все растения пришли здоровыми не замерзшими все отлично выглядят все в хорошем состоянии но какие-то там подвяли это не страшно сейчас я их посадил они там за два-три дня уже начнут выдуряться набирать тургор вот и у форме вот эту отступление она пришла вообще подвяленная подвяленная вот сейчас уже вот где-то в три ночи я ее посадил и она уже вот поднимает листики то есть за пару дней она восстановится полностью в земле девочки отписываются вот пока по предыдущим посылкам но пока все нормально но все равно я вас просто предупреждаю о том что не всегда все бывает хорошо поэтому все риски по пересылке мы берем на себя вы точно так же я рисковала когда заказывал этот большой заказ ну померзну значит померзну значит не судьба и плакали мои денежки и точно так же с вами поэтому очень хорошо обдуманно подходите к вопросу заказа посылки я утепляю и отправлять сейчас я думаю вот в дальние регионы но на расстоянии больше двухсот километров от меня нужно обязательно первым классом потому что первый класс это ускоренная доставка это значит что ваше растение по обычной доставки может там сутки где-то пролежать и потом только тронуться в путь а ускоренная доставка она как бы ну само название говорит о себе и мы надеемся что ускоренные на все-таки есть ускоренная ускоренная доставка кстати по маленькому весу намного дешевле чем обычная доставка ну так работает почта россии вообще расценки почта россии очень интересный до 100 грамм 1 расценка от 100 до 200 грамм 2 расценка от 200 до 500 3 от 500 до килограмма там четвертая расценка причем посылка в 200 грамм допустим обычным обычной пересылкой в москву посылка 200 грамм это я к примеру говорю будет стоить сто девяносто четыре рубля посылка в 201 грамм уже наверное рублей на 50 на 60 дороже вот один грамм он все решает ну ладно поехали растений много очень много сегодня приходила моя мама и сказала что заканчивается место на подоконнике очень плохо что у нас нет по соседству больше родственников кому можно их переместить постараюсь быстро это вот то что не доехала прошлый раз то есть приезжала несколько в прошлый раз это вот одна приехала в этот раз эхиверия надулоза вот так эхиверия надулоза так это пахиверия драко вот этот ряд дальше идет у нас ряд агавоидных эхиверий вот это эхиверия ну сп не знаю просто шла как эхиверия гавоидные но она сп потому что я не знаю название у меня такая была кстати корейка я ее растила растил но она выросла очень большой мне пришлось ее продать но она была невероятно изящный у нее тыльная сторона листиков розовела вообще она была грациозной чересчур прям грациозной жалко мне с ней было расставаться ну невозможно конечно всех их держать видов очень много очень много заманушек ну стараешься вот как-то сдерживать свои объемы хотя у меня это очень плохо получается это эхиверия миранда миранда ну такой вот зеленоватый лотос но при ярком освещении на солнце при сильных лампах она становится ржеватой такой оранжевый невероятно красивое растение не тянется не капризное вообще замечательное растение это эхиверия агавоиды сред это она комп серок срубра прошлый раз приезжали тоже несколько горшочков но несколько растений и я их вот сажала и в этот раз тоже вот посадила все в один так что дальше алоэнопсис там еще два есть в общем три приехал алоэнопсис а это одна и уфорбия и но пла это черные принцы 1 черный 2 зеленый но ничего это тоже почернеет будет нормальном грунте при нормальной досветке будет прям черный черный вот эти черные принцы они не черные не смоляные черные такие знаете насыщенно коричневого цвета девушка мне сегодня написала в сообщениях что где-то она читала что если суккуленты позеленели они уже больше не покраснеют мы с вами знаем что это не так естественно они покраснеют почернеют то есть приобретут те оттенки которые соответствуют данному виду и чем максимальный стресс то есть условия содержания потому что стресс это по-любому освещение яркое освещение недолив это тоже стресс перепады температура это тоже стресс вот под воздействием стресса конечно же суккуленты будут окрашиваться чем больше стресс тем больше будет окрасу растений это ой боже хавортия пумила красотулька такая вообще такая миленькая крупные такие у нее жемчужинки выступающие прям выступающие прям как капельки белые свисают замечательные так это в прошлый раз тоже приезжали вот в этот раз два доехали ой мамочка бессонной ночи говорят о том что исчезает память грабта питалом русби вот этого смотрите какой детеныш прикольный лезет я их сейчас полила те которые сажала некоторые забыла полить ночью и вот сейчас поливала красоту вот мой русби на полках увидите растет он компактным кустиком таким плодит как на западе в переводе всегда когда делаешь перевод там написано щенки щенится ну вот щенится короче он нещадно когда достигает взрослого возраста и заполняет своей массы весь горшок ну классники такой мимишный некрупные я обожаю такие растения вот это растение я выписывала себе из украины давно давно и пришла на мне под названием и хиверия симуланс варегата потом я нашла но где-то может быть не знаю муж полгода назад может быть меньше нашла другое название этому растению вроде как соответствует ну хотя вот я покупала тоже у заводчика который уже много лет занимается растениями вот и вот у этого человека это хиверия значилась как симуланс варегата на самом но не на самом деле под другим названием она идет как и хиверия алтея у этого растения такая размытая варегатность вот видите вот листик вот этот в центре такая не ярко выраженная но и как бы заметное мне очень нравится такое растение она у меня живет уже наверное ну года три наверное невероятно но мне нравится особенно когда на него светит солнце весной летом вообще шикарнейшие шикарнейшие вот прям разбавляет всю коллекцию вносит столько радости но сейчас она у меня сейчас покажу он у меня зеленоватая нет возможности вынуть его просто займет очень много времени но смотрите вот в центре кадра тыльная сторона даже начинает краснеть форму все равно держит но мне очень нравится не знаю я с ней не расстанусь особенно мне нравится ее весенний осенний вид это чихуа хуэнсис я заказывала колорату потому что чихуа хуэнсис как бы я тоже заказывала но вот пришли как бы не колорат и опять чихуа но чихуа тоже классные растения обалденные просто у колораты у нее немножечко нет линсо я но я заказывала господи уже все у линсо я на у нее немножечко окрас ярче чем у чихуа а так в принципе может быть даже в каких условиях содержать чихуахуа может быть и чихуахуа тоже достигнет такого же окраса я не пробовал не то что не пробовала что есть то есть моя чихуа летом тоже такая красоточка протиснулась сквозь дебри но маникюрчик все равно у нее имеется все равно вот она такая сейчас летом она конечно много ярче вообще лампы и солнце это конечно разные вещи даже солнце через стекло намного мощнее чем лампы и намного сильнее окрашивает растения чем лампы это эхиверия опус крестата три штуки таких вот это эхиверия вернее садоверия лилак мист замечательное растение у меня тоже такое было продала я его нет места ну знаете очень жалела когда продала она такая у меня красоточка была ставлю фотку именно моей вот под этими словами но и у других пользователей тоже обалденные такие розетки вообще очень интересное растение розовеет налет этот вот сейчас немножечко она конечно внешний вид у нее ухудшился потому что пересылка и содержалась на наверное там поливались они по головам ну вот когда ее холишь и лелеешь она невероятная просто невероятная не тянется листики всегда компактные но это вот грязь это не не какая-то мне чернота это вот на листьях просто видимо вот остатки воды грязной причем это не от меня растение кстати все обработаны девушка мне как-то говорила сажаете вы сажаете к своим как это так вы сажаете к своим до сажаю к своим вот росли мои несколько здесь розеток вот эти две росли вот я посадила сейчас сюда пришли хаворти и купери с круглыми окошками из заостренными окошками вот с круглым из заостренным до сажаю к своим вот алоэ витра у меня роз в этом горшке сюда я подсадила и у форме я креста то коралл ничего страшного все замечательно никаких минусов я в этом не вижу абсолютно если растение больное оно изначально видно что оно больное и вредитель заметен эти растения все здоровые так кого еще не показала половина еще не показала даже больше половины это эхиверия хукери тоже замечательное такое растение смотрите сейчас вот кстати вот эти коричневые пятнышки они на некоторых и не на некоторых а даже наверное на всех может быть это чрезмерная обработка была может быть влага попадала ну вот они такие пришли но это не страшно там листики растут здоровые молодые вообще очень интересное тоже растение смотрите какой налет узорчатый сейчас еще одна война но не пока еще вяленькие они вяленькие потому что они засушенные были вот сдула землю но еще вялые но розетки все равно такие хорошенькие крепенькие налет у них это земля в розетках потому что такой объем невозможно посадить чтобы все было идеально ну одним словом вот так это не доехал вернее доехал разделили их по разным коробкам больше как его зовут скажите мне адромискус литлс фироид вот такой красотунчик тоже яички такие обалденные и еще вот этот я себе часть отсадила прошлый раз с прошлого заказа не оставила с прошлой коробке там часть себе 100 оставила и вот вот этот вот на продажу адромискус сильверфонтейн нехиверия зарагоза удивительное мимимишное растение с такими дерзкими коготками ой какой же вынуть вот лопатуля но тоже вся в земле уже лучше ну вообще лопатуля прям прям лопатуля растет небольшой розеткой замечательная не тянется вообще суперское растение я считаю классное прекрасное так а это и снесла курочка яичко непростое яичко скулентное дед бил бил не разбил баба била била не разбила белка пробежала хвостиком махнула всем кто скучал по моей белочке белочки белочка 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 да белочка моя любимая ну вот белка пробежала хвостиком махнула яичко упалась и упала и разбилась и так вот размножаются суккулентные яички это пахифитум яйценосный авиферум классное растение такие реальные яички яички с мощным налетом размножается хорошо листом о чем я вот говорила в присказки про баба и день про бабку и деда классная вот этих яичек у нас много так это и у форби я вспоминаю научные названия форби и энермис медуза четыре растения здесь крупных было должно было быть вот это вот это вот это и вот это значилось как крупные на самом деле здесь сколько три черенка на своих корнях маленьких но пришло но как одно крупное то есть можно его и сразу три можно и по одному а вот эти поменьше но растение реально классные прямо классные по классные замечательные смотрите почему медуза потому что у него у этого растения листья расположена как щупальцы вот эти столбики растут и они постепенно будут откидываться в разные стороны и в центре будет образовываться такая шишечка кстати с моментом старения вот этого растения у него появляется что-то типа каудекса и смотрится но еще изумительней вот эти три будут по одной цене которые поменьше по другой цене это эхиверия то лимоненсис сейчас покажу вам две своих то лимоненсис вот они то лимоненсис и это одна то лимоненсис обожаю ее прям обожаю так вон там у нас в углу красная 2 это лимоненсис вот я все-таки думаю что вот эти которые пришли будут именно вот такими которые красные потому что и форма листьев и налет и окрас их сейчас уж не говорит о том что вот она не будут такими при содержаниях под лампами это эхиверия лотус вот еще две такие розетки специфика этих этого растения в том что листики при правильном содержании суккулентов при редком поливе при редком при хорошем освещении у них центральные листья заворачиваются в клубочек получается такой шарик орешек так вот три таких розетки это все то лимоненсис и пять штук их приехала это доехали два тауруса шикарные конечно таурус и прошлый раз в том коробке тоже такие же были обалденные вообще невероятно не знаю размер здоровые такие лошадки размер на на сантиметров по 10 может быть 9 земля иллюминаторе вот классная это эхиверия пурпузорум пурпузорума кстати тоже бывают разные это наверное зависит от материнского растения потому что постоянно идет процесс селекции и какие-то вот доминантные признаки выскакивают у того или иного растения то есть одна пурпузорум бывает прям ярко-ярко вишневые форма листиков немножечко отличается но вот еще одна есть пурпузорум который я мечтала больше года наверное нигде не могла ее найти и наконец-то вуаля свершилась и наконец-то я ее купила это пурпузорум вайт размер ее меньше чем вот у этой пурпузорум конечно значительно меньше но это растение дороже потому что это редкая форма угадайте сколько я себе оставлю и не 10 не 10 2 уже оставила уже отсадила две штуки буду смотреть как они будут развиваться замечательное растение от обычной пурпузорум она отличается максимально белым таким вот тыльная сторона листа максимально белая у нее вот сейчас это плохо заметно потому что растение ну можно сказать замученные они в пересылке не знаю как вот приблизить вам показать но вот смотрите вот у пурпузорум вайт у нее пятнышки ярче выражены на листьях и там где нет пятнышек кожица белая здесь она ну белая но не такая белая не сильно белая то есть вот там белизны больше и пятна эти выражений вставлю вставлю фотки взрослых чтобы не быть голословной вот такие розеточки вот и форма листьев у нее совершенно другая у пурпузорум округлая форма листьев вот смотрите листики круглый нет пурпузорум тоже суперский вид мне очень нравится не тянется всегда яркая будет сейчас еще ярче под лампу ее разместите на вообще будет вишневая но у этой форма листьев заостренная в корее кстати такие розетки дорогие очень так что у нас дальше дальше у нас эхиверия геркулес вот она гибрид пурпузорум ой пурпузорум пули донис не тянется набирает окрас но лист шире чем у пули донис и короче это заказывала пахи верюшей декери но пришла вот такая неизвестная красотка даже не знаю не смогла я ее идентифицировать что это будет за растение но растение обещает быть красивым я думаю что она покраснеет под лампами тянуться мне кажется она не будет говорит об этом ее форма розетки листьев строение листьев листья такие плотные как как у шампань что ли прям жирные мясистые и кончики у нее розоватые но не знаю кто из нее вырастет конечно когда она порасти поживет под лампами уже можно будет проще определить но сейчас пока она будет с.п. но с.п. тоже заслуживающее внимание я считаю но это не шей декери сто процентов все-таки мне кажется тут от шампань что-то присутствует так это их и верия фрэнк райнельд фрэнк райнельд я свой принесла вам показать обожаю и обожаю за то что она не крупная но по крайней мере меня сейчас вот она не крупная но смотрите но ведь красоточка обалденная если ничего не делаю вот она стоит под лампами и все она вот такая на солнце кстати окрас у нее был менее насыщенный вот сейчас под лампами она прям стала такой огненной вот такая розетка вот этой розетки уже года три наверное и покупала я ее размером наверное раза в три меньше чем вот эта розетка то есть то есть эти уже розетки такие достаточно хорошие взрослые вот вот такой она будет не смотрите на мой маникюр у меня нет времени просто сейчас заниматься руками до 5 утра занимаешься посадками не до маникюра точно хотел кстати перчатки надеть чтобы не позориться ну потом не стало так это приехали пять штук адрамискус coral red так креста ту я ее форме показывала это у нас кактус астрофитум пока все помню астрофитум пять штук посадила в один горшок это у нас справа вот это эхиверия мэнса мэнсе нужно время чтобы она пришла в себя чтобы она показала себя во всей красе вот моя мэнса в центре светит лампа практически не вижу что снимаю ну вот за лавли роуз прям такая яркая розетка коричнево вишневого цвета вот с цветоносом это мэнса моя это две фионы фиона будет тоже шикарный цвет невероятный это колонхоя терсифлора варигатные это земля растение здоровые а вот у этого сегодня белка отломила лист лапами стало и хряб и нету подешевле будет потому что центральные там нормальные листики вот этот вот один был отломлен кстати небольшой был только лес это хаворти лимефолия но гибрид лимефолия spider white я уже часто привозила такие розетки обалденные меня такая есть но не у меня у моей дочи она постоянно ей любуется и говорит что ее красотка самое лучшее в мире так это ионим как же его зовут что-то там с павлом связано тоже весь в земле ионим костелло павел мне кажется это самый яркий из всех варигатных ионимов потому что именно в этом виде очень много белизны обалденный конечно ионим замечательный ну немножечко конечно он сейчас не в себе вот листики у него вяленькие еще видно что вот он ну чернота это земля девочки это не какие-то не конопушки не 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 заболевания это все земля ну пришел он конечно подвядше немножко но я думаю оклемается вообще все ионимы не очень хорошо переносит пересылку в плане того что у них тонкие листья и они быстро их иссушивают то есть влага тургор быстро теряется но за счет этого он приходит и вынимаешь такой из коробки его и на что это за красная тряпочка как у винни-пуха вот эта красная тряпочка белая тряпочка потом она нормально восстанавливается то есть ионимы они живучие если правильно его посадить все будет с ним хорошо вот такие красавчики здесь вот это двойная голова то есть она не делится вот такой кустик а эти все по одной голове вот так сейчас пробегусь еще посмотрю кого я забыла наверняка кого-то забыл однозначно а ну вот эту и форби я не показала но я и кстати уже привозила это и уфор белла река то она я показала вам как бы примере что она потеряла тургор но все равно у нее листики уже поднимаются какая она была и какая она сейчас конечно не бы земля потому что пришла она вообще прям вот сухарик все она восстанавливается все с ней хорошо будет такие пальмочки офигенские посадила эти пальмочки в один горшок и там вот в центре один черенок который меня на броне красула пирамидалис так но еще покажу поближе хавортии вот хавортии с круглыми окошками посредине и заостренными этой гибриды купери об туза окошечные конечно хорошо просматривать на ярком солнце когда солнце светит тогда они вообще нереально смотрятся сейчас я не могу поймать угол чтобы показать вам прозрачность этой красоты ну так чуть-чуть слегка просто не ловит камера под какую бы полку не поднесла но здесь просто на просматривается потому что свет светит сверху здесь можно ее рассмотреть нормально но прозрачность здесь ее ну видно она такая она мутноватая это еще одна spider white их приехала 3 вот 3 еще вот она и осталось у нас с вами два горшка в одном из которых литопсы смотрите какие зелененькие приехали кстати зелененькие очень редко приезжают вот вообще очень редко я себе обязательно за этой кучке парочку досажаю к своим они прям разбавляют окрас разнообразие получается вот литопс один видно вот этот что цвел тут засохший цветочек даже на нем еще вот он как паук вот это такие смотрите какая структура интересная кстати про литопсы я заметила но это мои личные наблюдения даже если литопсы одного вида они все равно разные вот рисунки на шубках литопсов они как отпечатки пальцев у человека они всегда разные всегда то есть какое-то отличие как найди 5 отличий вот эти пять отличий можно найти по-любому если взять два литопс одного вида одной формы вот допустим сейчас поставлю вот приблизительно одного размера и одного окраса один вид видно но вот эти все палочки все строение у них разные совершенно причем когда они линяют я заметила узор у них изменяется то есть вот такой узор при после линьки на молодых листьях уже не будет он будет немножко другой уникальные конечно растения вообще это чудо природы я считаю ну и вот таких рыженьких немножко осталось и все все старого завоза вот все что осталось от литопсов вот почти что все они линяют рыжие а те вон которые не линяют уже наклюнулись ну и на закуску гуэрни и пиланси девочки многие хотели это растение потому что я до этого привозила было мало моментально ее разобрали я даже себе не оставила в этот раз я себе уже отсадила в горшок ну и вот здесь вот тоже много каждый кустик я вчера поделила чтобы отдельно было потому что они все сросшиеся вот они растут то есть каждый ска с корнем со своим каждый вот там 3 по по три по четыре побега они все с корнем но дело в том что они растут все сросшиеся то есть она оплодится дает из своего тела детку это детка приросшая к мамке то есть она может быть длинной косой друг за другом как паровозиком может быть просто там окружать ее со всех сторон мамку и на каком-то я не знаю уже на каком сейчас не скажу вам ну вот я увидела что засовший цветочек и он маленький понимаете он маленький значит какого размера эти звездочки вообще уникальное растение так хочется посмотреть ее цветение я вживую не видела цветения но надеюсь увижу посадила себе кучку обалденное конечно растение растет она небольшое это миниатюрный вид гуэрнии вот чем он и хорош то есть можно наблюдать за этим макро миром но все друзья наверное всех показала а вот но вот это еще не показала вот углу стоит вот эту не показала прошлый раз тоже два горшка было этот вот третий не доехал в той посылке вот приехал в этой это красула авата обликва триколор ну и все наверное все так быстренько вот так обзор и закругляемся да я думаю я всех показывала про все ура ура но растение конечно много но они же все хорошие они же все классные просто то что приезжает конечно они взрослые я думаю что вот эти все растения и италия и испания и голландии они все взрослые на гормонах гормоны роста они активируют развитие растения но тех ярких насыщенных окрасов и той формы которая бывает вот у корейцев там при содержании на улице при под лампами при маленьком поливе вот той формы у них нет но это не суть это не суть мы знаем что этого можно добиться при правильном уходе поэтому самое главное что просто за имеет себе вот этот вид а потом уже из этого вида делать конфетку ну все все мелко давай пока скажем белочку белочка моя с приходом осень и зимы стала какой-то максимально пассивный дрыхнет все время ну все друзья всем спасибо за просмотр пока пока